Ну, первое, с чего я хотел начать, я считаю, что вот сейчас и в таком формате, конечно, это неуместно рассматривать такой серьезный вопрос. Вот не случайно народное творчество, оно всегда точно подмечает, да? У нас появился анекдот, дедушка без пенсии у него спрашивает, а что ты делал, внук, когда этот закон принимался? Я вышел на улицу и кричал. Что кричал? Гол! Вот понимаете, то есть мы сейчас этот в торопях рассматриваем супер серьезный вопрос, который затрагивает планы на жизнь каждого человека без исключения. И это надо обсуждать более того, не только осенью хотя бы, когда все будут действительно серьезно этим заниматься, но и в формате, я считаю, референдума, чтобы каждый человек свою позицию здесь обозначил. Второе. Вот вы говорите про ведущих экономистов, которые что-то нам там говорят, что надо повышать. Эти ведущие экономисты довели нашу страну до такого состояния, извините меня, что надо менять этих ведущих экономистов, надо менять правительство, а вовсе не пенсионный возраст. Почему-то у нас с Запада постоянно предлагают, что у нас с Запада берут, да? Это штрафы, это цены и теперь пенсионный возраст. А где зарплаты? Где такой размер пенсии с Запада? Где такая экономика и социальная защита, которые у них есть? Этого ничего нет. Аргументы, которые приводятся в поддержку этого законопроекта, они позорно слабые. По-другому я их назвать не могу. Ну первое, да? Вот что у нас выросла продолжительность жизни на два года, да? Ну смотрите, в Советском Союзе, вы сами проводили цифры здесь, с 30-х годов, когда эта планка была установлена, в Советском Союзе продолжительность жизни выросла на 30 лет. На 30 лет. Но никто не сказал, что надо повысить пенсионный возраст. А здесь на два года, а повышать, значит, подсоветское правительство их достижение, то под вопросом, повышать хотят на 5,8 лет. То есть это самый людоедский вариант, который вообще обсуждался пенсионной реформой. Второе, что примеры других стран. Ну здесь категорически даже об этом речи не может быть. Правильно про Союз сказали, про размеры пенсии. Но есть и другая составляющая. Я не согласен, Юрий Зимеевич, и с вами. Я не согласен с представителем пенсионного фонда касательно того, что мы должны обсуждать только возраст дожития. Извините меня, люди, которые платили в пенсионный фонд в России и не дожили до пенсии. Эти деньги же в пенсионном фонде остались. Их что, вернули семье? Как мы не можем это обсуждать? Мы должны это обсуждать. Если говорить о возрасте выхода на пенсию и средней продолжительности жизни тех стран, которые нам приводят, например, Япония, Германия, Италия. Но там все равно возраст жизни мужчины на 14 лет больше, чем возраст выхода на пенсию, средней продолжительности жизни. Понимаете? То есть, а у нас 43%, про которые вы говорили, это с учетом того, что будет поднята эта планка в проекте реформы. Да, есть расчеты, что 43% тогда мужчин не доживут. Сегодня у нас по оценке Всемирная организация здравоохранения средняя продолжительность жизни 65 лет. Вы это знаете у мужчин. Следующее, про рост пенсии, который тоже в качестве аргумента. 12 тысяч в год прибавится, по тысяче в месяц, а потеряет за каждый год человек, который он мог бы получать пенсию, 170 тысяч рублей в год. Ну как это вообще можно сравнивать и аргумент только проводить? И нельзя, здесь сильнейшая аргументация. Первое, при такой продолжительности жизни нельзя. Нельзя при отсутствии экономического роста, который нам обеспечили ваши ведущие экономисты. Куда эти люди пойдут, если нет рабочих мест, если нет роста экономики? Нам предлагает Минтруд, что они пойти учиться должны. Ну это отлично, мы все знаем, учеба хорошо, свет. Но, извините меня, сыт от этого не будешь. Следующее, это размер пособия безработицы. Он позорно низкий, и если в других странах человек может на него существовать, если нет рабочих мест, как у нас, это невозможно выживание, поэтому тоже нельзя. Более того, если у нас появится такая конкуренция на рынке труда из-за повышения пенсионного возраста, то у нас и зарплата еще снизится в результате такой прекрасной политики. У нас есть конкретные предложения, что делать, как избежать этой ситуации. Первое, это отказ от регрессивной шкалы платежей пенсионный фонд. Я сегодня спрашивал про это, не случайно, что у нас с больших зарплат платят меньше, чем с маленьких. Но это абсурд, это абсурд, это несправедливейшая вещь, и это никто не хочет исправлять, зато нам предлагают пенсионный возраст повышать. Второе, это прогрессивные налогобложения, об этом тоже сегодня сказали. То есть во всем мире, кстати, во всех развитых странах, без исключения, прогрессивная шкала налогобложения, когда сверхбогатые платят больше, чем люди со средним достатком, а бедные вообще не платят. У нас же, получается, и нянечка-олигарх платит 13%, а мы потом спрашиваем, где деньги. Вот они где, и можно обойтись без всякого повышения пенсионного возраста. И третье, это, конечно, наведение порядка с экспортом природных ресурсов. Вы знаете, что они продают по одной цене фирме прокладки, потом там перепродают на мировом рынке совершенно по другим ценам. Идет оптимизация налогов. Эти налоги, также они бы... Каждый из этих мер, каждый из этих мер, которые мы предсчитаем, может решить эту проблему. А вместе они позволят и увеличить пенсии, и увеличить еще зарплаты в нашей стране. А профсоюзам я хочу обратиться. Вот за 27 лет постсоветского периода, да, ну хоть раз вы не просто скажите. Вы объявите-то о забастовку, если вы действительно против. Для чего вас создавали? Защитите людей. Вы же видите, как правительство упорно пытается продавить эту инициативу. Защитите людей, хоть раз покажите, что у профсоюза не игрушечное, а настоящее.